Всем привет! Меня зовут Мачий. Добро пожаловать на мой канал Польский с Мачким, польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. Сегодня мы поговорим о том, в чем же заключается разница между словами добро, добже и добро. Поехали! Давайте начнем со слова добро. Это просто средний род прилагательного, какое хорошее. То есть у нас какой хороший, например, компьютер, добрый компьютер, мужской род. Какая хорошая, например, книга, добра кшенушка, женский род. И какое хорошее, например, кино, доброе кино, средний род. И во множественном числе в польском языке чуть сложнее, чем в русском, потому что у нас там два рода, лично мужской и нелично мужской. То есть какие хорошие, например, люди, это будет добже люди. А какие хорошие, например, женщины или машины, это уже добрые кубеты, добрые самоходы. Кто еще не разбирается в том, в чем же заключается разница между этими двумя формами, посмотрите, пожалуйста, мой ролик по этой теме. Вот вам ссылочка наверху экрана. Добже – это на речи, как хорошо. Например, мой сын говорит хорошо по-польски. Мой сын хорошо говорит по-польски. Или же моя цурка хорошо плывет. Моя дочь хорошо плавает. Добро используется также для того, чтобы выразить согласие. То есть это хорошо, ладно, окей. Например, Я бы хотел, чтобы ты пришел завтра в 5. Хорошо, я приду. И именно в этом втором значении используется также в качестве синонима разговорный вариант добра. То есть у нас получается «хчао бэм, жабыщ пшиша дю тро пьемтай». Добра, пшида. Абсолютно то же самое, просто разговорный вариант. На сегодня это уже все. Надеюсь, я помог. Если понравилось, поддержите меня, пожалуйста, лайком, комментарием и подпиской. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч!